В эфире программа «Законный порядок». Здравствуйте! Мы рассказываем о работе правоохранителей нашей области. На этой неделе правоохранители отметили свой профессиональный праздник – 107 лет со дня образования белорусской милиции. По традиции в Витебске торжества начались возле памятника сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебных обязанностей. К монументу возложили венки и цветы. На мероприятие пригласили родных и близких погибших милиционеров, а также ветеранов службы. К профессиональному празднику наградили более полусотни лучших сотрудников ведомства. Во время торжеств начальник управления внутренних дел Витебского области полкома Андрей Любимов подчеркнул, каждый милиционер должен всегда помнить, что служба требует от него преданности долгу и оперативности в помощи людям. Мы отдаем дань памяти и уважения нашим ветеранам. Мы благодарим их за тот фундамент, который они сегодня сохранили, а мы уже стараемся его приумножать. Ну и, конечно, честуем наиболее отличившихся сотрудников органов внутренних дел Витебской милиции. Хочу отметить, что праздник является не только, наверное, профессиональным, он уже стал семейным и даже в какой-то степени народным, поэтому и общественности, и люди присылают поздравления в этот день. Органы внутренних дел – это такое структурное подразделение в государстве, от которого зависит практически жизнь каждого человека. Сталкиваются граждане и гости нашей Родины с деятельностью органов внутренних дел постоянно. И я вот как ветеран вижу, что наши молодые сотрудники, ныне действующие, они достойно хранят эти традиции, они молодцы, в принципе, верно и добросовестно служат нашему народу. Ко дню милиции в Свято-Успенском кафедральном соборе состоялся молебен. В нем принял участие офицерский состав управления внутренних дел Витебского область полкома. Здесь почтили память сотрудников, погибших во время исполнения служебных обязанностей. Торжества по случаю Дня Белорусской милиции состоялись в Витебской областной филармонии. В зале собрался весь офицерский состав управления внутренних дел область полкома, представители областной и городской власти, ветераны ведомства, делегации из Псковской области России, а также родные и близкие правоохранителей. Милиционеров Северного региона с профессиональным праздником поздравил председатель Витебского область полкома Александр Суботин. Глава Витебской области отметил, что правоохранители Северного региона формируют спокойствие и уверенность в завтрашнем дне, а также являются примером бескорыстного служения народу и отечеству. Уже 107 лет вы являетесь критерием бескорыстного служения отечеству, критерием того, что всегда можно быть уверенным в любой ситуации, всегда придут на помощь тебе и всегда тебя защитят. За это вам от всех жителей Витебской области, от всех белорусов низкий поклон и огромное спасибо. Торжества Витебской областной филармонии продолжил праздничный концерт. Творческие коллективы подарили правоохранителям и их семьям хорошее настроение и яркие эмоции. Кстати, в фойе филармонии представили выставку детских рисунков «Всегда под надежной защитой» и фотоработы, посвященные деятельности правоохранителей Северного региона. Витебская областная филармония Витебская областная филармония Поэтому очень благодарны за сотрудничество. По образованию Дмитрий Прудников – учитель математики и физики. После службы во внутренних войсках желание помогать людям привело в милицию, где стал сначала инспектором по делам несовершеннолетних, а затем возглавил инспекцию. За 15 лет в профессии правоохранитель понял одно – самая ценная награда – это благодарность людей. Работа сотрудника милиции с детьми многогранна. И приходится общаться не только, конечно же, с детьми. Это в первую очередь работа носит межведомственный характер. Это общение и с педагогами, это общение и с ручами, это общение и с администрацией Первомайского района в частности, ну и со всеми государственными структурами. Потому что мы один из органов профилактики, занимающихся с детьми. Только сообща можно решить все проблемы, которые возникают в молодежной среде. В гости к многодетной семье, которую полгода назад сняли с профилактического учета, милиционер сегодня пришел не с проверкой, с приятным сюрпризом. Здесь Дмитрию всегда рады, принимают как родного. Кстати, в поле зрения правоохранителя целый перечень семей по всему Первомайскому району. Он находит силы и время на каждую. Это его любимая работа. Наиболее запоминающиеся такие ситуации – это тогда, когда твоя работа не напрасна. Когда видишь семью и спустя полгода, год, ты понимаешь, что твои труды были не зря. И все сотрудники милиции, не только я или мои подчиненные, а в целом сделали правильное и нужное. Милиционер – это призвание, а не профессия, уверен Дмитрий Прудников. Много лет он помогает людям. И в этом нашел себя. Далее о ситуации на дорогах области и наиболее резонансных дорожно-транспортных происшествиях расскажет официальный представитель ГАИ УВД Витебского обл. исполкома Артем Шебека. ДТП в Толочевском районе. В результате наезда на дикое животное пострадали водители-пассажиры. Авария произошла вечером 4 марта на 512-м километре автодороги М1. 25-летний водитель автомобиля «Лада», двигаясь в направлении города Минска, совершил наезд на находившуюся на проезжей части дороги «Лося». От удара автомобиль съехал в левый по ходу движения «Кувет». В результате ДТП водители-пассажиры получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными на дороге. Выбор безопасной скорости в районе лесного массива, внимательность и осторожность при проезде опасных отрезков позволят избежать ДТП. Про оперативную сводку за прошедшую неделю расскажет официальный представитель Витебского областного управления МЧС Софья Глинская. За неделю в области произошло 17 пожаров, в результате которых повреждено 13 строений и 2 легковых автомобиля. На пожарах погибли 2 человека, одного спасли очевидцы. На акваториях области спасены 2 рыбака. 3 марта в Орше произошел пожар жилого дома. Возгорание увидел очевидец, который спас из горящего дома его хозяйку 1975 года рождения. И потом вызвал спасателей. Женщину с диагнозом отравления продуктами горения госпитализировали в больницу. Пожар ликвидировали спасатели. Его причиной стало нарушение правил эксплуатации отопительной печи. Вечером 3 марта спасателям Полоцка поступило сообщение о пожаре гаража по улице Центральной в горпоселке Фаринова. В результате пожара огнем повреждено строение гаража и легковой автомобиль Рено, находящийся внутри. По факту пожара проводится проверка. Его причиной стало нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. За сутки 6 марта в Бешенковичском районе на пожарах погибли двое мужчин. Оба пожара произошли на территории Верхнекривенского сельского совета, в деревнях Старая Ранчица и Кривое село. Оба погибших мужчин 1976-1964 годов рождения нигде не работали и проживали в домах своих умерших ранее родителей. По фактам пожаров проводятся проверки. В обоих случаях предварительной причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем при курении погибшими мужчинами. В большинстве случаев виновниками пожаров являются сами собственники жилья и хозяйственных построек, которые допускают эксплуатацию неисправных отопительных печей и электропроводки, а также электрооборудования. Спасатели призывают всех граждан соблюдать правила пожарной безопасности и не подвергать свою жизнь опасности. В условиях повышения температуры воздуха лед на водоемах Витебщины начинает активно таять. 1 марта двух рыбаков спасли работники МЧС на озере Прутос в Брасловском районе. Спасенных мужчин позже осмотрели медики, госпитализация им не потребовалась. На сегодняшний день спасатели рекомендуют любителям зимней рыбалки отказаться от хобби и не выходить на лед. Он стал уже рыхлым, отошел от берега и поменял цвет. Выходить на такой лед опасно для жизни. Спасатели призывают всех берегите себя и своих близких, соблюдайте правила безопасности жизнедеятельности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации сообщите об этом спасателям по телефону 101-112. И в конце выпуска. Сотрудница департамента охраны помешала Витебчанке перечислить кибермошенникам более 5,5 тысяч рублей. Инцидент произошел в одном из банков областного центра. Девушка-милиционер обратила внимание на пенсионерку, которая разговаривала по телефону рядом с терминалом. В руках у женщины была большая сумма денег, а в поведении заметное волнение. Сотрудница департамента охраны решила вмешаться. И оказалось, с пенсионеркой разговаривали преступники. Подробности этой истории в следующем материале. На этих кадрах видно, как взволнованная женщина, не прекращая телефонный разговор ни на минуту, собирается сделать денежный перевод. Этим она и привлекла внимание сотрудницы департамента охраны. Прапорщик милиции выяснила, по телефону с пенсионеркой разговаривают вроде бы правоохранители. Они убедили женщину перевезти деньги, чтобы неизвестные не оформили на нее кредит. Но мошеннические планы срываются. Разговор со злоумышленниками продолжила милиционер. А сотрудники банка за секунды прекратили денежный перевод. Я служу в департаменте охраны уже третий год. Это не первый случай в моей практике за последнее время. Вступали в диалог, они представляются родственниками. Настоятельно требуют передать телефон своей супруге, либо матери, в зависимости от того, кем они представляются. Граждане не хотят идти на контакт с сотрудниками органов внутренних дел и сотрудниками банка. Потому что они запуганы, им говорят, что за разглашение информации их ожидает еще и денежный штраф. По словам Виктории, в последнее время факты кибермошенничества встречаются все чаще. Повышается не только активность, но и изобретательность преступников. Правоохранители предостерегают. Кибермошенники стали использовать возможности искусственного интеллекта. В области зарегистрированы факты, когда мошенники, получив образец голоса, создавали голосовые сообщения с просьбой перевести деньги и направляли их контактам этого человека. Доверяя знакомому голосу, люди переводили деньги. Также создавали в мессенджере фейковые аккаунты с фотографиями руководителей организации. И от их имени направляли сообщения работникам с указанием выполнить действия некого псевдосотрудника правоохранительных органов. Далее лжесотрудник связывался с работником и убеждал выполнить действия, способствующие хищению денежных средств. Например, установить приложение, получить кредит или перевести деньги на банковский счет. С начала года правоохранители Витебщины зарегистрировали свыше 360 киберпреступлений. Материальный ущерб превысил 600 тысяч рублей. Правоохранители предупреждают, чтобы не стать жертвой кибермошенников, нужно всегда быть внимательными к своим персональным данным, не доверять подозрительным сообщениям через мессенджеры, не вести диалоги с незнакомцами. Продолжение следует...